Здравствуйте! В эфире новости в студии Юлия Чубарова. 26 октября дан старт социальному проекту «Имя героя» на карте мира и города. На презентации принял участие герой Советского Союза, почетный житель нашего города Николай Тимофеевич Антошкин. Все подробности далее. Зал Центра творчества «Дуслык» полон. На презентацию социального проекта «Имя героя» на карте мира и города собрались учащиеся школ города в педагогии. На встречу с ними приехал герой Советского Союза, почетный гражданин города Кумертау, генерал-полковник Николай Тимофеевич Антошкин. Открывая церемонию торжественного мероприятия, заместитель главы администрации городского округа Наталья Лапшина отметила роль проекта «Воспитание молодежи». Этот проект исследовательский, поисковый, познавательный будет посвящен имени нашего героя, героя Советского Союза и замечательного, почетного гражданина нашего города Николаю Тимофеевичу Антошкину. Его жизнь, его стремления, его подвиги, все это должно служить примером для нашего подрастающего поколения. И замечательно, что у нас есть свои герои, на которых может воспитываться молодое поколение. В прошлом году, в 60-летие нашего города, случилось знаменательное событие гимназии номер один. Одному из лучших образовательных учреждений нашего города было присвоено имя героя Советского Союза Николая Тимофеевича Антошкина. И вот на сегодняшний день коллектив педагогов и автор идеи Ольга Анатольевна Звягинцева стали разработчиками этого проекта и сегодня презентуют его широкому кругу горожан. Директор гимназии Людмила Кудинова ознакомила всех присутствующих с программой проекта. Вся работа направлена на то, чтобы молодые люди знали историю своего города, страны, помнили своих героев и их подвиги. Проект подразумевает совместную работу образовательных учреждений, общественных организаций и архивного отдела городского музея. Герой Советского Союза Николай Антошкин говорит, что всегда с удовольствием приезжает в Кумертау. А разработанный проект особенно актуален в наши дни. Родной город, ведь практически с 1 по 10 класс здесь я учился и работал немножко в разделье одно лето. И больше года почти работал на тепловой электростанции. Все здесь знакомо, все, как говорят, мое, все родное. И на родину всегда человека тянет. И то, что сейчас Кумертау в гимназии номер один такую программу составили, запускает, это очень хорошее дело. Нас, героев Советского Союза, в стране осталось примерно 192 человека, из которых 94 участники Великой Отечественной войны, а им за 90 лет. Пройдет 2-3 года, мы останемся считанными уже. Полных кавалеров осталось в стране меньше 40 человек. Представляете? И 6 осталось героев Российской Федерации, участников Великой Отечественной войны, которые получили это звание за Великую Отечественную войну. А им тоже за 90. В завершение торжественного мероприятия собравшись, ждал сюрприз. Концертной программой приехали известные артисты российской эстрады. Екатерина Короткая, Дмитрий Дунаев, солисты оперного центра имени Галины Вишневской, Виталий Ачушев, Светлана Ачушева. Они исполнили всем хорошо знакомые песни, поклонимся Великим Тем Годам, офицеры, за синими туманами и другие. В минувшее воскресенье состоялся торжественный концерт, посвященный пятилетию воскресной школы Иоанна Предтеческого соборного храма города Кумертаун. Поздравить учеников и преподавателей школы с таким событием прибыли высокие гости. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Воскресная школа «Родничок» Иоанна Предтеченского соборного храма открылась в октябре 2009 года. Сегодня школа отмечает свой первый юбилей. Поздравить учеников и преподавателей прибыли представители администрации города, различных религиозных конфессий и жители города. Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Уфимский и Стрель-Тамакский, глава Башкортостанской митрополии, говорил о роли учебного заведения в нравственном воспитании детей. Он отметил, что работу, которую ведет школа, учит детей добру и любви к ближнему. Сегодня школа, воскресная школа Умертавского кафедрального собора, первый свой отмечает юбилей пять лет со дня создания, со дня ее основания. Мы с вами только что посмотрели небольшой концерт, а я месяц небольшим назад знакомился с работой этой школы, когда совершал там богослужение в соборе на день усекновения пророческой главы Иоанна Предтеча. И видел, с какой любовью преподаватели ведут там свои занятия с детьми. Посмотрели сегодня с вами, послушали детей, которые там занимаются. И большая радость на сердце. В воскресную школу посещают дети от шести до тринадцати лет. Работа школы многогранна. К примеру, в программе концерта зрители могли увидеть результаты работы студии «Православно-музыкальный голосок» под руководством Тамары Столяровой, литература на поэтической «Глаз». Кроме этого, дети познают основы православной веры, культуры, законы и заповеди христианства, изучают азы церковного пения. В воскресную школу посещают 60-65 человек. Это каждый выходной день. Вообще, по списочный состав у нас 85 детей. Ну, бывает, некоторые детки болеют, не приходят. Занятия у нас проводятся 4 часа идут. Занятия у нас по 40 минут занятия идут. Проходим закон Божий. Это у нас основной предмет. Потом у нас идут такие... Библию детки изучают. Маленькие у нас детки. Уроки рукоделия проходят у нас. Православная трапеза. Хоровое пение мы изучаем. Шахматы у нас, компьютерная графика. У нас очень много предметов таких вот посторонних, чтобы детки занимались. Выступления артистов народного хора «Русская песня и уральские узоры», народного ансамбля «Танцы Контраст», ансамбля казачьей песни и других коллективов художественной самодеятельности стали подарком к юбилею воскресной школы. И для всех, кто пришел разделить радость обучающихся. Желаем мы району сайта и вклад, Чтоб развивался много лет подряд, А этот праздник славный юный день Отметим мы землю в руку друзей. Желаем мы району сайта и вклад, Чтоб развивался много лет подряд, А этот праздник славный юный день Отметим мы землю в руку друзей. Смотры художественной самодеятельности среди трудовых коллективов некогда были популярны и проводились повсеместно. Возродить эту старую заботу традицию в Кургазинском районе решили в районном отделе образования. Педагогическое сообщество всегда с энтузиазмом участвует в различных творческих проектах, но в основном в качестве наставников. Наконец-то педагогам представилась возможность показать свой талант артистизм широкой публике. Пусть наше сегодняшнее мероприятие станет стартовым мероприятием для 2015 года, юбилейного года для Кургазинского района. Всем удачи и хорошо вам провести сегодняшний вот такой вот у нас будет вечер. Всем удачи! Подобные конкурсы дают возможность не только выявить талантливые педагогические коллективы и исполнители среди участников, но и создать среду их творческого общения, развивать все направления самодеятельности. Глядя на сцену района Дворца культуры молодость, невозможно было определить сразу, что выступают не профессиональные коллективы, а талантливые учителя, заучи и директора школ района. Конкурсные выступления оценивались жюри в номинации «Художественное слово», «Вокал», «Ансамбль», «Хореография», «Театрализация» и «Композиционное решение». При этом учитывались как исполнительское мастерство, сценическая культура участников, так и художественный уровень репертуара и оригинальность, и сценические костюмы. ПЕСНЯ Участие в «Смотре художественной самодеятельности» для каждого педагога явилось возможностью не только сменить обстановку с места у доски на место на сцене, но и поделиться своим творчеством с коллегами и зрителями, и даже вспомнить молодость. Почувствовали себя молодыми, скажем так, что ли. Учитель жён должен иметь всё. Давно уже мы и выступали в таком формате, скажем, на сцене. Себя показали, на других посмотрели. Среди такого разнообразия выступлений, поражающих своей оригинальностью, яркостью и качеством исполнения, жюри всё же пришлось выбрать самых лучших. Победители в номинациях были отмечены дипломами первой, второй и третьей степени. Конкурс стал ещё одним проектом, сплотившим и без того сплочённые педагогические коллективы. Многие из них возглавили сами руководители, директора школы, которые своим примером доказали, что талантливый человек талантлив во всём. Я считаю, руководитель, он всегда должен быть впереди. Раз у меня есть талант, а почему бы не танцевать, почему бы не показать и за собой вести коллектив. И вообще я люблю танцевать, вообще я люблю сцену. С детства я всегда выступала. Правда, у меня спрашивают, где вы учились, но я нигде не училась. Всегда у меня мечта была стать учителем. И всё-таки я достигла своей цели. Пожалуй, самой большой наградой для участников смотра конкурса стало признание зрителей, особенно учеников, которые были очевидцами перевоплощения своих педагогов. Выступление очень понравилось. Неожиданно было, что учителя такие все привычные. Было их видеть просто в школе, там, таких грустных, серьезных. А тут они как бы вышли, как помолодели даже. Увидел их в новых образах, и они очень хорошо выступали. Елена Камска, Владимир Кузьмин. Новости. В Салавате завершился Кубок Республики Башкортостан по жиму лёжа и классическому жиму лёжа среди мужчин и женщин. Кумертау на этих соревнованиях был представлен 11-ю спортсменами из клубов «Прометей» и «Сила». Единственная девушка в команде Наталья Гатманова заняла в абсолютном зачёте 6-е место, подняв 52,5 килограммов без экипировки. Серьезная победа за золото развернулась между многократным чемпионом мира из Октябрьского Яном Урусовым и воспитанником Кумертауского спортклуба «Сила» Русланом Гореевым. В результате Руслан успешно выполнил зачётные попытки, установил новый рекорд Башкортостана и одержал победу. Также золото в копилку Кумертауской сборной принесли Салават Масигутов, Рустам Боязитов, Никита Митрофанов. В итоге с результатом 57 очков сборная города Кумертау была в очередной раз признана сильнейшей командой в Башкортостане. Посёлок Райский принял участников первенства Башкортостана по тяжелоатлетике среди юношей и девушек 2000-х годов рождения и моложе. 146 юных спортсменов из городов и районов республики боролись за первые места в своих весовых категориях. В их числе и воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Кумертау. В результате среди юношей победителем весовой категории 34 килограмма стал Игорь Турлай. Девочки в командном зачёте заняли третье место. А в личном первенстве вторые места завоевали Диана Селищева, Инесса Лучинина и Раиса Зарудская. Это была последняя новость этого выпуска. Спасибо, что были с нами. До свидания.